ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проходите, комиссар. Сюда. Неужели плохие новости? Нет, тетя Сихир. Зафер обошел всех ваших родственников. Спрашивал у бабушки, но и там нет. Не переживайте. Плохие новости быстро бы пришли. Для беспокойства повода нет. Поиски в округе продолжаются. Мы осматриваем вокзалы, поезда, автобусы. Просто я хотел лично доложиться главному комиссару. Комиссар, я полицейский на пенсии. Докладывайте своему начальнику. Папа, ну хватит уже. Все расстроены событиями прошлого? И перестань обвинять полицию, пожалуйста. Они просто выполняли свой долг. Ты же знаешь. Если у вас нет новостей о моей дочери, то я сам их добуду. Комиссар, мы повсюду ищем. Ничего не пропускаем. Мы оповестили близлежащие районы. Они заглядывают под каждый камень. Папа, простите его. Вы знаете, какой он упрямый. Оставьте его. Где Асия? Я умру от тревоги. Куда она могла деться так поздно? Что делает на улицах? Куда пошла? Тетя, вы уверены, что у нее нет друга? Да что ты! Ей никто не нравится. Она привередливая. Никого к себе не подпускает. Почему ты так плакала утром? Я с братом поссорилась. Он закатил скандал. Конечно, я в долгу не осталась, и он рассверепел. А из-за чего вы поссорились, если не секрет? Они хотят выдать меня за одного дурака. А у тебя какие проблемы? Почему ты ушел из дома? Я не совсем ушел из дома. Отец выставил меня за дверь из-за мотоцикла. Сказал, еще раз увижу тебя на гонках, выгоню в за шеи. А вчера я участвовал в гонках. Естественно, ты видела все своими глазами. Да, да, я знаю. Ты собирался стать чемпионом, а я помешала. Кто целуется в первый же день? Что он обо мне подумает? Если я ее поцелую, она испугается, не убежит от меня, сломя голову. Положить бы этот поцелуй в коробочку и сохранить на всю жизнь. Будто в первый раз целую девушку. Сердце вот-вот остановится. Откуда ты взялся? Вчера ты был для меня чужаком. Что это? Купила на ярмарке. Продавали в честь соревнований. Кто-то приехал. Меня нашли. Прошу. Ребята в доме? Да, в доме, госпожа. Я угостил их. Больше они ничего не просили. Хорошо. Это та женщина. Вчерашняя. Да, Хелин. Хозяйка этого дома. Дом твоего друга. Так это женщина, хозяйка дома? Да. Моя подруга спортсменка. Привет. Здравствуй, Хелин. Пожалуйста, не отвлекайтесь. На вечеринке я забыла наверху важные документы. Я заберу их и сразу уеду. Наслаждайтесь вечером. Я поднимусь в свою комнату. Видимо, вам нужно поговорить. Завтра я уеду рано утром. Не глупи. На что ты намекаешь? Будь так любезен. Хотя бы извиниться перед женщиной. Может быть, она обиделась. Пригласил другую в дом к своей девушке. Имей совесть. Какая девушка? О чем ты? Она мой друг. А мне так совсем не показалось. Она чуть не лишилась сознания при виде меня. Проклятье. Я опозорилась перед ними. Прекрасно. Нет, чтобы перед тем, как заявиться, уточнить, кто приехал. Тише. Успокойся. Без паники. Без паники. Ничего ты не опозорилась. Ты приехала за документами. И теперь уходишь. Где твоя подруга? Не обижайтесь. Сторож не смог бы найти эти документы. Иначе бы я ни за что не потревожила вас. Извини за меня перед подругой. Ладно? Будьте как дома. Дело срочное. Я уже убегаю. Постой, Хелин. Мы можем сразу уйти. Просто ты сказала, что я всегда могу наведаться сюда. Я согласен. Подозрительно, что я приехал в первый же день. Но дома возникли кое-какие проблемы. Нет. Ничего страшного. Телефон. 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 Продолжение следует... Нет, я не знал. Меня не было весь день на СТО. Я и не думал, что его пришлют так скоро. Не пропускай тренировки. Ни в коем случае не подведи меня. Я на тебя полагаюсь. Как она расстроилась, увидев меня. Этот Ильяс авантюрист. Встречаясь с ней, он решил и со мной поразвечься. Но я сама виновата. Я же сама видела их вчера на ярмарке. Он уехал с ней на мотоцикле. Какая я дурочка. Надо думать, она не за пустяковыми документами проделала такой путь. Во что я вляпался? Еще и мотоцикл пригнала. Не дай бог, папа узнает об истории с мотоциклом. Черт. Оссиен! Оссиен, открой дверь. Прошу, нам нужно поговорить. Хорошо. Я хотел проявить учтивость и все тебе объяснить. Но ты, конечно, не обязана меня выслушивать. Как знаешь. Ильяса встретят, как короля, когда он вернется. Никто и пикнуть теперь не сможет на его проделке. Невестка. Он сейчас скитается где-то полный обид. Неужели тебя это не волнует? Нет. Он сейчас лежит в объятиях какой-нибудь подружки. Когда он убедится, что достаточно их наказал, он вернется. СОЛНЕР Я привез вам из хлеба пекарни горячую выпечку Угощайтесь Мама Сехер, что за вид? Поскорее что-нибудь съешь, скорее Ипех, что с твоей мамой? Вот-вот упадет в обморок Она совсем не спала? Никто из нас не спал, Усман Я только что уговорила папу прилечь ненадолго Конечно, и я тоже не спал Налей мне чаю Держи Не упрямься, возьми Поешь немного Так нельзя, ты обессилишь Нужно думать о хорошем, мама Сехер Впрочем, ладно, не думай, не думай Не думай о дочери, которая так измывается над тобой Я запрещаю тебе думать Не думай Тому, у кого нет детей, не понять моего горя, Усман Не понять Конечно У нас нет детей И нам тебя не понять Ты права И хорошо, что нет детей Лучше их не заводить, чем иметь такую вот дочку, как у тебя Честное слово, я за эти два дня стану убийцей Деточка Моя дорогая ласточка Мамино счастье Кто знает, где ты сейчас Я пойду открывать магазин Где Зафер? Он не приходил ночью Весь участок стоит на ушах Ищут сестру Найдется Рано или поздно найдется Но как найдется? Ладно, будут новости, звоните Что за напасть? Я пойду Я решила отправиться к бабушке Сяду на маршрутку, что еди до нас Не нужно Я как раз еду на СТО и тебя подвезу Только я дам тебе совет Не верь всему, что ты видишь Правда может быть иной Ты не обязан оправдываться передо мной из вежливости Не обязан, но Я не позволю неоправданно считать ее моей девушкой Уж прости Ладно, без разницы Это меня все равно не касается Как приедешь к бабушке Не говори, что ночевала здесь со мной Скажи, что была одна Я предупрежу сторожа и Хелин Они будут молчать У тебя будут проблемы, если ты скажешь обо мне Я же не дурочка Зачем мне говорить об этом? Скорее у тебя будут проблемы, если они узнают Нет Для меня все равно главное, чтобы ты не пострадала Спасибо Может это и к лучшему Любовь все равно ничего кроме головной боли не приносит Он бы все равно меня обидел Хорошо, что так вышло Как сумасшедшая Приревновала меня к Хелин Может, этой ведьме наскучила светская жизнь И она клеится к нему Ищет как бы развлечься Может быть, он и правда не виноват Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день Предъявите удостоверение Конечно У тебя нет удостоверения? Нет Я ушла в спешке и не взяла Прошу Пройдемте к машине Наш дом неподалеку Мы просто катались Она забыла, растерялась Такое случается А что не так? Какие-то проблемы? Что-то произошло? Зачем проверяю документы? Мы из этого города Хорошо Это Аси Ас Скорее звоните Заферу Кто этот тип? Илья Савджи Он приехал на мотоцикле Асия, что ты наделала? В чем дело? Мы со вчерашнего дня ищем тебя Ты сбежала с этим типом Никто не сбегал О чем вы говорите? Отпустите меня Вот и раз Почему вы нас задерживаете? Немыслимо Ну надо же 42.30 центру Асия Ас нашлась Ее задержали на дороге с парнем По имени Илья Савджи На мотоцикле Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы удерживать мою сестру 48 часов? Пусти его Я прибью Илья Тебе-то что? Оставь его в покое Он не виноват А ты выйди И до тебя дойдет очередь Не вмешивайся Отойди Пусть выскажет свои претензии Ты не вправе пользоваться своим положением И бить невинных людей А что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Подам на тебя в суд Подашь на меня в суд? Тогда я отведу душу И хорошенько тебя отделаю Ты животное! Скотина! 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 Иди отсюда! Что случилось? Хвала Аллаху Я нашла тебя Где вы ее нашли? Это он похитил ее? Он? Призовите его к ответу Вызовите семью негодяя Раз уж он украл сестру То пусть выполняет свое обязательство О чем ты говоришь? Какое еще обязательство? Не говори глупости Пусти Вы все за это ответите Заткнись! Заткнись! Ты провела ночь с этим парнем, Асия? Асия! Неужели? Где ты была всю ночь? Где ты пропадала всю ночь? Мама Между нами ничего не было Я переночевала в доме у своей подруги Она хозяйка того дома У нас есть общие друзья Прошу вас Оставьте парня в покое Какой кошмар! Замолчи! Замолчи! Я размажу эту гниду по участку Даже следов не останется Вызовите! Вызовите семью мерзавца! Вызовите! Брат, выслушай меня Мы практически незнакомы У меня с ним ничего не было У нас есть общие друзья Честное слово, поверь Мне было грустно Я ушла прогуляться И осталась ночевать у подруги Умоляю отпустите его Вы меня позорите Закрой рот Замолчи! И так опозорила нас перед людьми Этого мало? Мало тебе? Хватит уже, брат Отойди Зафер, стой Умоляю тебя Сестра, она должна ответить за то, что шлялась всю ночь Да что ты мелишь? Кто шлялся? Кто? Пусти меня, я прибью тебя Стой, Зафер, стой Успокойся Что здесь происходит? Комиссар! Зафер, угомонись Или тебе не поздоровится Тебя уволят Я тебе покажу, что значит бить людей ни за что В этой стране есть закон Животное Чудовище Уведите его в камеру Пусть угомонится Ты видишь? Успокоился, Илья Савджи? Сколько вы будете держать меня здесь? Идем Только будь паянькой Если снова разбуянишься Мы тебя отсюда никогда не выпустим Пошел ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА